Здравствуйте! В эфире новости телекомпании ТВН. Сегодня мы расскажем вам о самых заметных городских событиях в студии Станислав Юдин и Евгения Салахудинова. А сейчас коротко о главном. Купаться запрещено. Городской пляж в разгар летнего сезона оказался закрыт для отдыхающих. Ресурсы дорожают. С 1 июля сумма в квитанциях ЖКХ для горожан в среднем увеличится на 3,3%. Мистический образ Марицы. Очередной театральный сезон Магнитогорская опера закрыла грандиозной премьерой. А сейчас об этих и других событиях более подробно. С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ. Магнитогорские тарифы на воды и газоснабжение, электроэнергию, отопление увеличатся не более чем на 4%. По сравнению с другими регионами этот показатель один из самых низких. Какие суммы изменятся в квитанциях? Много ли магнитогорцев предпочитают не оплачивать коммунальные услуги? И сколько задолжали потребители ресурсоснабжающим организациям? Об этом шла речь на пресс-конференции в городской администрации. Продолжит Надежда Наяксова. В правительстве России пока звучат только предложения ограничить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в пределах инфляции. В Челябинской области конкретнее. В Магнитке так все и есть на деле. С 1 июля для горожан сумма в квитанциях ЖКХ в среднем увеличится на 3,3%. Это даже ниже инфляции. В денежном эквиваленте в следующем зимнем отопительном периоде семье за двухкомнатную квартиру в 54 квадратных метра придется платить уже не 7 тысяч 50, а на 240 рублей больше. Плата за тепловую энергию в части отопления вырастет на 3,87% и составит на квадратный метр 46 рублей 39 копеек. Водоснабжение тариф был у нас 24 рубля 52 копейки и при росте 4,98% составит с 1 июля 25 рублей 74 копейки. Горячее водоснабжение было 100 рублей 20 копеек и с 1 июля плата будет за кубический метр 104 рубля 10 копеек. За электроэнергию платежи вырастут в зависимости от установленного счетчика, двутарифный он или однотарифный и наличия в доме электроплиты. Без нее норматив составит 3 рубля 3 копейки за киловатт-час. Газ подорожает с 6 рублей 15 копеек до 6 рублей 39 копеек. Стоит сказать, что в Магнитогорске 90% потребителей, которых обслуживает единый расчетно-кассовый центр, оплачивают коммунальные услуги, а вот оставшиеся 10 накопили долгов 1,5 миллиарда рублей. 934 миллиона за должность за тепловую энергию, 300 миллионов за водоснабжение и водоотведение и такой же порядок 300 миллионов рублей, 329 здесь получается на жилищные услуги. При этом за должность перед трестом теплофикация у юридических лиц меньше 100 миллионов рублей. Основной долг у населения. Однако в жилые дома ресурсоснабжающая организация не может не давать отопление. А вот на предприятиях такое возможно. Теплофикация здесь имеет, скажем так, рычаги воздействия в плане того, что не подать, скажем так, теплоноситель. То есть, предположим, не передвинуться в задвижку и в отопительный сезон дать отопление чуть позже, до момента погашения за должность. Несмотря на то, что рост тарифов будет с 1 июля, в июньских квитанциях горожане также заметят изменения в итоговой сумме. Плата за содержание общего имущества будет включать в себя общедомовые нужды не только по водоснабжению и электроснабжению, но теперь еще и водоотведению. Надежда Наяксова, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Все подробности в сюжете. На Магнитогорский металлургический комбинат Филипп Киртянов пришел в 2000 году оператором поста управления Стана-252. Поработал вальцовщиком на стане номер 3 «Кокс». В 2005-м во время реконструкции Стана-170 молодого специалиста назначили мастером участка вальца шлифовочного отделения. С 2008 года Филипп Владимирович был переведен в мастера производства. За почти 80 лет существования сортового цеха 32 его сотрудника были удостоены высоких государственных наград. Трудовые традиции, заложенные этими людьми, передаются в коллективе из поколения в поколение. Удалось поработать с мастерами Старой Закалки и Филиппу Киртянову. Я работал с такими людьми, как Валерий Владимирович Карпов, он у нас был старшим мастером, Владимир Николаевич Мартынов. Мы их считали очень опытными наставниками, переняли у них опыта очень много. Сейчас намного легче работать, потому что там нужно было выполнять очень много таких действий, тяжелых физических труд. Сейчас более-менее все автоматизировано. Руководство мастером довольно. Брака в его смену практически нет. Доверяют Филиппу Владимировичу и подчиненные. Бригада под руководством Киртянова периодически занимает первое место по рабочим показателям. Периодически замечает инженера по охране труда, замечает старшего мастера, является наставником молодежи. К нему приходят за советом человек такой, который на самом деле знает много, пользуется уважением в коллективе. Не чурается наш герой и изобретательской работы. Раньше все взятые для анализа обрезки, поступающие на вход стана 170 катанки, попросту наваливались в большую кучу, мешающую рабочему процессу. А при уборке даже грозили обрывом силовых кабелей. Благодаря одной из идей Филиппа Киртянова был построен стальной короб. Теперь все острые стальные куски связываются и складируются в него. В производственной цепочке больше ничего не мешает. Сегодня одно из главных требований потребителей сортового проката – точное соответствие заказу геометрических размеров катанки. Сортовой цех магнитогорского микрологического комбината этому аспекту уделяет очень много внимания. Ежедневно на острие этого контроля и мастер участка Филипп Киртянов. Руководство знает, в его руках бесперебойная работа стана 170 будет обеспечена на 100%, поскольку ни он, ни его ребята не подведут. Станислав Юрин, Олег Карпенко, телекомпания ТВИ. К другим темам. Ежегодно правительством Челябинской области выделяются средства областного бюджета на оказание поддержки садоводческим товариществам в обновлении инфраструктуры. Правда, эти деньги делятся не на всех, их получают те хозяйства региона, которые работают эффективно. Кто из магнитогорских садоводов претендует на субсидию, выяснял Павел Берсенев. Озеро Мортыши для садоводов из СНТ «Ремонтник» – главный источник воды для полива угодий. Долгое время живительную влагу на участке качал вот этот старый насос. В прошлом году собственники решили перестраховаться и приобрели еще два новых. Цена каждого – 200 тысяч рублей. Давления не хватает, когда очень жарко. Сейчас запускаем второй насос. С давлением проблем не будет уже. И где-то через полмесяца запустим третий насос. И будет у нас три рабочих насоса. Так сад качал уже лет 10 или 15 один насос. Не дай бог, если бы он сломался, сад бы остался без воды. Также за счет целевых взносов в этом садовом товариществе уложили асфальт. На следующий год запланировано заменить старые электроопоры. Одним словом, жизнь в ремонтнике кипит. Пенсионер Николай Переродин занимается садоводством более 10 лет. Практически все лето он работает и отдыхает на любимом участке. Здесь он чувствует себя гораздо лучше, чем в душном городе. Особенно сейчас, когда проблем в товариществе почти не осталось. Вода основная для садоводов. Так что воду дают сейчас нормально, хорошо. Пустили, вот пускают второй насос. Ну сейчас вроде бы все хорошо. В этом году сделали дорогу. Свет постоянно есть. Так что жаловаться на это нечего. Ремонтник – один из тех садов, которые претендуют на средства областного бюджета. Для этого необходимо показать эффективную работу. Субсидия – вещь, конечно, приятная, делятся садоводы. Однако она всех расходов не покрывает и поэтому не является целью. Главное, чтобы на родном участке было комфортно. В этом году магнитогорские товарищества собирают минимум 30 миллионов целевых денег. Это претенденты на 1 миллион рублей произведут работу на 30 миллионов. И в принципе садоводы и председатели прекрасно понимают, что деньги мы собираем, чтобы улучшить инфраструктуру и комфортнее нам было жить. Павел Берсенев, Александр Макаров, телекомпания «ТВИН». Сотрудники Межрайонной инспекции номер 16 Федеральной налоговой службы России подвели итоги кампании по декларированию доходов граждан за 2016 год. Напомним, она завершилась 2 мая. Чтобы отчитаться о своих доходах, у магнитогорцев было 4 полных месяца. Однако около 80% граждан из категории обязанных не стали этого делать. Что ждет неплательщиков, налоговики рассказали на пресс-конференции, организованной для журналистов города. В свою встречу с журналистами налоговики начали с перечисления доходов, которые обязаны были задекларировать граждане. Однако, видимо, запамятовав, в основной своей массе так этого и не сделали. На сегодняшний день обязаны были предоставить налоговую декларацию. Это лица, которые у нас получили доходы от реализации имущества, которое было в собственности более трех лет. Также, которые получили у нас как в натуральном, так в денежном выражении доходы от дарения от лиц, которые не являются близкими родственниками. Также именно от выигрыша по лотереям. Из 9 тысяч обязанных предоставить налоговой декларации свои доходы официально огласило всего 1700 жителей Ардженкидзеского района города. Остальные, что называется, ушли в глухое подполье. Однако, не учли, что налоговики обладают полной информацией о каждом не отчитавшемся. И оплатить все же придется. Правда, теперь уже не только налог, но и штрафы. Мы продолжаем работу с этой категорией налогоплательщиков, потому что сведения мы получаем от регистрирующих органов и знаем, кто нам должен предоставить декларацию. Минимальная сумма штрафной санкции у нас составляет тысячи. И максимальная – это 30% от суммы неуплаченной налога. Как выяснилось, главными правонарушителями стали те, кто в 2016 году реализовал транспортные средства. Порядка 60% непредставленной декларации связаны именно с ними. Причем многие уже поняли, что скупую платит дважды и уже сейчас пытаются решить возникшую проблему, объясняя неподданную вовремя декларацию отсутствием времени. Однако, как выяснилось, если налог на доходы не был удержан налоговым агентом и ваш работодатель представил соответствующие сведения в инспекцию, ходить в налоговую для заполнения декларации больше и не нужно. Налоговое уведомление само придет к вам домой. То есть это будет единое налоговое уведомление, где будут именно указаны налоговые обязательства физических лиц как по имущественным налогам, то есть объекты будут там перечислены, как обычно уже привыкли налогоплательщики получать эти уведомления. И будет включена туда строчка именно налог на доходы физических лиц, который не был удержан налоговым агентом. И устанавливается единый срок уплаты, это 1 декабря. Такую упрощенную схему уплаты налога установил новый закон, который вступил в силу в этом году. Налоговики советуют воспользоваться этой услугой и не забывать, что налог на доходы физических лиц занимает первое место по поступлениям в местный бюджет. Татьяна Артеменко, Владислав Гусев, телекомпания ТВИМ. За первые 6 месяцев текущего года прокуратура Джаникидзовского района в Огнитогорске провела 20 проверок и выявила около 60 нарушений закона в жилищно-коммунальной сфере. Два должностных лица привлечены к административной ответственности. В отношении пятерых руководителей управляющих компаний административные дела находятся в суде. Кроме того, руководителям предприятий жилищно-коммунальной сферы внесено 14 представлений с требованием об устранении выльных нарушений закона. По результатам их рассмотрения, 10 должностных лиц, виновных в допущении нарушений в сфере ЖКХ, привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Нарушенные права граждан восстановлены. Ответственным должностным лицам Организации жилищно-коммунального комплекса объявлено 19 предостережений о недопустимости нарушения закона. Пляжный сезон открыт, но купание запрещено. По результатам проб воды на центральном городском пляже выявлены отклонения от нормы. Управление гражданской защиты населения и администрации города рекомендует жителям воздержаться от купания. Два раза в месяц анализы берутся, взяли очередный анализ, сейчас ждем результатов. Уже по результатам этих анализов будем смотреть и давать необходимые рекомендации населению. То ли разрешено купаться, то ли не рекомендуется. Главное, на что обращают внимание при отборе проб, содержание металлов и биологические показатели. И хотя результаты анализов еще не готовы, водоемы уже готовят к приему отдыхающих. Здесь дежурят спасатели и ежедневно с береговой линии убирают мусор. А накануне рабочие дорожного специализированного учреждения чистили акваторию от водорослей. Эта процедура проводится нехитрым образом. От буйковой линии натягивают трос, а затем вытаскивают его на берег при помощи тракторов. В результате речные заросли срезаются и остаются на канате. Обычно на эту процедуру хватает одного дня. Между тем, Управление гражданской защиты населения предупреждает. Купание в неустановленных для этого местах запрещено. Тополиный пух, жара, июль. Только вот горожане этому сочетанию факторов совсем не рады. Редкие грозовые дожди прибивают пул к земле, но потом он вновь поднимается в воздух и заполняется бы все жизненное пространство, донимая любителей чистоты в доме и аллергиков. Если бы горожане выбирали зеленый символ города, то тополь, безусловно, занял бы первое место. Почему именно это растение было выбрано в качестве зеленых, легких нашего города, расскажет Лев Косов. Тополь – удивительное дерево, хотя бы потому, что оно перерабатывает углекислый газ в четыре раза быстрее, чем липа. Но в то же время пух, который падает с него, приносит в жизнь горожан невероятный дискомфорт. Кроме того, пух имеет огромный горючий потенциал, что очень нравится детям. Есть дети, но если взрослые парни бросают спички, а может произойти пожар. Мы болеем, задыхаемся. Вот у меня, например, асма, я не могу. Одна из главных причин, по которой народ недолюбливает это растение – аллергия на тополиный пух. Да, бытует такое мнение, что тополиный пух вызывает сильную аллергическую реакцию. На самом деле это ошибочное мнение. На себе он несет пыльцу вот этих растений, луговых и злаковых трав, вызывает такую сильнейшую аллергическую реакцию. В отделении восстановительного лечения детской городской больницы номер 3 наблюдается 2600 детей, большая часть которых имеет повышенную чувствительность к аллергенам пыльцы, деревьев, луговых трав. Тем, кому эта проблема близка, стоит прислушаться к совету врача. Если у человека действительно тополиный пух, вот в это время идет аллергия, то есть желательно, как бы, может быть, уехать в другую зону, где уже отцвели тополя, значит, или проводить дома постоянно влажную уборку. Магнитогорск – производственный город в лесостепной зоне, а значит, воздух здесь требует повышенной очистки, в том числе с помощью зеленых насаждений. Поэтому изначально, в период раннего благоустройства Магнитогорска, власти приняли решение посадить деревья, которые справлялись бы с этой задачей лучше всех. Таким деревом оказался именно тополь. Однако, сейчас дела обстоят совершенно иначе. В настоящее время, конечно же, от таких саженцев, как тополь, мы отказываемся. Единственное, конечно же, у нас допускается посадки пирамидальных тополей. Так как и жители, и мы, и сами экологи, заинтересованы в озеленении города, нами прорабатываются вопросы по опросу населения, где люди хотели бы видеть озеленение, где хотели бы заменить кое-какие деревья, где проводить агротехнические мероприятия. Но, наверное, есть другое дерево, которое точно так же поглощает много укликислого газа. Есть замена? Если есть альтернатива, давайте его уберем. Если нет, пускай стоит, потерпим. Немножко мешает. Кислород вроде много дает. Пускай растет все. О культуре. Очередной театральный сезон Магнитогорская опера закрыла грандиозной премьерой. Зрителям была представлена оперета Имры Кальмана «Морица». Этого дня любители театрального искусства ждали с большим нетерпением. Для работы на спектакль были приглашены одни из самых именитых театральных деятелей России. Его постановщиком стал прославленный режиссер из Санкт-Петербурга Владимир Подгородицкий, чьи работы были внесены в список великие мюзиклы мира. Художником, сценографом, лауреат премии «Золотая маска» Степан Заграбян. Они представили совершенно новое видение знаменитого произведения, заставив публику влюбиться в него вновь. О том, как стало возможным такое сотрудничество, журналистам города рассказали на пресс-конференции. Приглашению мэтров, как выяснилось, немало поспособствовал глава Магнитогорска Сергей Бердников, благодаря которому впервые за последние 9 лет на постановку спектакля были выделены бюджетные средства. При формировании бюджета он услышал нашу просьбу, и, соответственно, это все отражилось в бюджете 2017 года. Однако по рукам режиссеры руководства театра ударили все же не сразу. Не привыкший делать посредственные спектакли, Владимир Подгородинский признался, до личной встречи с коллективом в успех этого проекта особо не верил. Я очень рад тому, что столкнулся с очень талантливым коллективом, великолепно поющим, боялся, что все-таки опереточный формат требует особой легкости, юмора, и все это здесь нашел в артистах. Поставить свою «Марицу» Владимир Иванович мечтал давно. Наполнив оперету национальными мелодиями, Кальман превратил ее, по сути, в фольклорное произведение. Однако режиссер видел в нем нечто большее. Всерьез заинтересовавшись пунктирно прописанной в «Марице» темой предсказаний, он решил развить эту линию. Просто мы не хотели ставить спектакль сугубо фольклорным, и только фольклорным. А что еще? Вот что еще? Вот это «что еще» стало главным. Это вот некая мистерия, некая фантасмагория по поводу, ну как сказать, отношения к человеческой судьбе, как мы ее сами определяем, и так далее. Такой активный разворот в сторону мистики заставил художника-сценографа Степана Заграбяна провести немало времени за рабочим столом, чтобы придумать соответствующий этому спектаклю декорации. Однако маленькой магнитогорской сцене они оказались совсем не в пору. Здесь, конечно, сложности были, и я скажу так, больше, чем я предполагал. Например, отсутствие колосников и то, что подъема в декорации вообще нет, опустить и поднять невозможно ничего. Это было для меня как бы неожиданно несколько. Естественно, пришлось что-то урезать, что-то, так сказать, поджимать и компоновать более плотно. Всю эту подгонку цехотеатра сделали настолько мастерски, что удалось сохранить все сложнейшие перемены декораций, благодаря которым представление получилось по-настоящему зрелищным. Особого шарма спектаклю добавили и солисты магнитогорского оперного, вокальные и артистические данные которых произвели на мэтров неизглазимое впечатление. Ну, в общем, конечно, этот театр достоин более лучшей, так сказать, участи, лучших условий и лучшего к себе отношения. Вот так запишите себе. И напишите в вашей прессе все это, что вот мы с Владимиром Ивановичем считаем, что в театре есть великолепный потенциал. Ну, я впервые, по крайней мере, в своей практике встречаю, чтобы вот муниципальный театр был такого уровня и, в общем, такого творческого потенциала. Это редкий случай. Результатом совместной работы Владимир Подгородинский и Степан Заграбяна остались очень довольны. Мастерски исполненная труппой Магнитогорского театра «Марица» засверкала новыми красками. Благодаря нововведениям в этой истории, повествующей о социальном неравенстве главных героев, которые хотят, но считают, что не могут быть вместе, появились иные смыслы. Теперь создатели с нетерпением ждут, что же скажет зритель, надеясь, что премьера доставит им массу удовольствия. Татьяна Артенко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Готов к труду и обороне работник металлургического комбината Сергей Петруша почти все свободное время посвящает спорту. Он отказался от вредных привычек и уже этим летом собирается сдать нормативы ГТО. О том, как парню удается совмещать работу и тренировки в нашем сюжете. Бег, отжимания, силовые тренировки. И так почти каждый день Сергей Петруша в один прекрасный момент вдруг понял, что пора бросать вредные привычки и приобщаться к здоровому образу жизни. И начал активно двигаться к цели. Начал заниматься спортом два года назад. Тогда как раз у нас весь цех начал заниматься спортом. Все взяли пример с одного человека у нас. И теперь мы, как узнали, что надо сдавать ГТО, мы решили обязательно сдать ГТО. Среди коллег Сергея таких активных и спортивных людей множество. Работает он в цехе сервисного обслуживания локомотивов. Основную часть времени проводит в мастерской. Говорит, уделяет здесь внимание каждой детали. Среди основных обязанностей Сергея – профилактика и ремонт электровозов. В данный момент занимаюсь ремонтом быстродействующего выключателя, коммутационного аппарата, который защищает электрическую цепь электровоза ЕЛ-21 от короткого замыкания, перегрузок, а также для оперативного отключения. Кроме того, Сергей занимается подъемочными ремонтами. Каждый месяц на профилактику в цех приходят электровозы. Некоторым из них больше 50 лет. Железные красавцы с гравировкой стороны производителя ГДР служат верой и правдой уже многие годы. И только время от времени требуют профосмотра и ремонта. Работа интересная и ответственная. На комбинат Сергея Петруша пришел в 2011 году. За 6 лет проявил себя только с самой хорошей стороны. Коллеги и руководители говорят – и в жизни, и в работе он всегда на высоте. Преуспевает в своей работе, помогает коллегам. Парень отзывчивый. Пришел молодым мальчишкой совсем, 21 год. За это время возмужал, аквеп, появилось у него много интересов. Занимается активно спортом, тоже принимает участие во всех мероприятиях, где возможно. Спорт для Сергея – одно из основных увлечений. В детстве он занимался волейболом, сейчас отдает предпочтение тренажерному залу. Когда позволяет погода, обязательно выходит потренироваться в парк. Как говорит, этим летом обязательно вместе со своими коллегами сдаст нормативы ГТО. Не для значка, не ради каких-то наград. Просто очень хочется проверить, на что способен. И других к этому делу приобщить. Уберите пример. Евгений Солхудин, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Телекомпания ТВИН запускает новый проект. Если вы стали очевидцем какого-то интересного события, и вам удалось его заснять на камеру, присылайте видео и описание ролика к нам на почту. Адрес вы видите на своих экранах. Авторов самых резонансных материалов мы пригласим в эфир программы «Магнитогорское время». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-дефисын.ру. Впереди вас ждут коммерческие информации, а также прогноз погоды на 29 июня. Всего вам доброго. И до встречи. Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат По данным интернет-портала rp5.ru 29 июня в городе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром туман. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду. Отдельные порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 15 градусов. Днем 22-25 градусов тепла. Атмосферное давление прогнозируется в пределах нормы 725 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин